Прежде всего хочется сказать, что хирургическая работа организована как на передовой, так и в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, так и на последующих этапах медицинской эвакуации, передовых, тыловых. После чего раненые отправляются в тыловые госпитали, центральные и окружные. Хирургическая работа не зауживается, не зациклена. Она постоянно ведется в соответствии с реалиями, с современными требованиями и той медико-тактической оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. То есть мы постоянно подстраиваемся под те условия работы. Как говорят, что военно-полевая хирургия – это хирургия в плохих условиях. Но, как вы видите, здесь довольно-таки хорошие у нас условия, и уже постепенно мы такие условия создаем на всех этапах медицинской эвакуации. То есть мы используем как и традиционную этапную шалонированную систему, которая еще с Великой Отечественной войны была отработана и хорошо работала. Так и систему оказания не отложит специализированной помощи, когда мы ее приближаем к линии боевого соприкосновения. То есть хирургию приближаем к раненому, а не раненого везем к хирургу. То есть если нам удается на каких-то эвакуационных направлениях это сделать, мы, конечно же, это делаем. Если не удается, если сложная медико-тактическая и оперативная обстановка, то тогда используется традиционная этапная шалонированная система, когда мы развертываем последовательные этапы медицинской эвакуации от первой врачебной помощи до специализированной хирургической помощи. И вот эту специализированную, наша задача, эту специализированную хирургическую помощь, максимально ближе придвинуть к раненому. То есть чтобы хирург уже раненого встречал как можно быстрее после момента получения ранения. И нам это удается. Различные сроки раненые получают специализированную хирургическую помощь. Это и в течение полутора-двух часов с момента ранения, но не более суток. То есть уже в течение суток практически все раненые на нашем эвакуационном направлении получают специализированную хирургическую помощь.